Перед спектаклем Виктория Тарасова дала интервью представителям Азовских СМИ. Надо отметить, что звезда криминальных сериалов оказалась доброжелательной и искренней в общении. Родители российской актрисы – творческие люди. Виктория родилась в городе Скопин Рязанской области, и после ее рождения семья переехала в Смоленск. С пяти лет девочка выступала на сцене и планировала связать свою жизнь с танцами. Но после окончания школы решила поступать в театральный вуз. Но, к сожалению, с первого раза не получилось. Я поступала в институт три года. Но я уже в 16 лет не вернулась в город Смоленск. Такая, ну, я не поступила, а там пошли, там ГИМО, ну, знаешь, я была артистка там в школе, а остальные все умные. Как я говорю, я по тематике ничего не понимала. Но у меня было творчество. Но я вернулась и сказала, ну и что? Я приеду на следующий год. Пошла преподавать. Моя книжка «Трудовая» началась с 88-го года. Уже, считай, 16 с половиной лет я работала. Пошла с папой преподавать танцы у маленьких детей. Очень даже хорошо с этим справлялась. Мне даже это нравилось. Но я готовила программу. Второй год не поступила. Третий год, конечно, меня уже с руками и ногами оторвали, потому что у меня уже была такая подготовка. После выхода на экраны сериала «Глухарь» актрису стали узнавать на улице. Но, по словам Виктории, роль Ирины Зиминой закалила ее характер и помогла реализоваться в жизни. Меня не сразу как-то начали узнавать. Конечно, Максиму Аверину доставалось больше. А если я там в жизни выйду, там не накрашено и не уложено, не так, как Зимина, то бывает мимо пройдут. Если только рот не открою, голос как бы выдавал. Когда я открывала рот, уже все, о, Зимина где-то. Поворачивались ей по голосу. Мне уже сын говорит, замолчи ты, иди молча. Где-то в аэропорту сразу. Кто фанат сериала, конечно, он узнает сразу. Фильмография Виктории Тарасовой разнообразна. На ее счету около 20 сыгранных ролей в кино. Но театр всегда был в приоритете. На сцене актриса играет с 1997 года. Что же касается спектакля, который вчера был представлен азовскому зрителю, то это лирическая комедия «Однажды вечером». Ее премьера состоялась 6 лет назад. Партнером актрисы был Олег Харитонов. Но, к сожалению, в этом году ему пришлось пропустить гастрольный тур. Это как бы спектакль, сделанный нашими силами. То есть, как бы напрямую договоренный с автором. Он был у нас тоже на спектакле, ему очень понравилось. Дал нам добро Гельман. Вот, и мы так, вот, и Кирилла я сама вводила. Можно сказать, он такой сегодня сырой материал, но это тоже есть большой плюс, когда человек не заигрывается, а еще что-то ищет на сцене. Ну, тут мы как бы два хозяина, мы можем каждый раз играть его по-разному. Поэтому, как сложится сегодня, не знаю даже я. Севастополь, Приморский бульвар, Орлета солнца светит, макнолий в виду. Роланчик, на Приморском бульваре сидит женщина. Совершенно одна. Ивана Пажельцева, Владимир Чекунов, Юрий Бабенко, Азов.Инфо.